Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома. После девяти утра. Личное утро. Доброе утро всем. И программа тоже у нас называется «Личное утро». Сегодня в студии ее ведут Ольга Авдевич. Доброе утро. Я Рита Трошкина, наш звукооператор Евгений Копеев. И у нас сегодня очень интересные гости. Расскажут о своем личном утре и личной жизни. Это Тимур Галеев, тренер по тайскому боксу. Муэй Тай, да, называется? И руководитель команды «Галеев Тим». Доброе утро всем. Да, команда «Галеев Тим». И, конечно же, тайский бокс. Тайский бокс. И у нас потрясающий информационный повод для этой нашей сегодня встречи. Воспитанники Тимура стали чемпионами. Приехали. Только вот недавно вернулись с большого чемпионата с медалями. И сегодня у нас в студии Арсений Николаев также. Здравствуйте, Арсений. И Райвис Наглис. Оба серебряные призеры чемпионатов. Сейчас они расскажут каких. А еще должен был прийти к нам самый юный богатырь, которому 12 лет. Он тоже серебряный призер Эдвард Берзенч. Но, как нам рассказал тренер, у него контрольная работа в школе. Несмотря на то, что он чемпион. Да, на этой неделе он вернулся. То есть, поездки. Сейчас мы были на чемпионате Европы в Минске. И он вернулся и говорит, что до этой недели уже 7 контрольных. Так что первым делом, конечно же, надо это учиться. Потому что скоро закончатся первые полугодия. И нужно получить хорошие оценки. То есть, чемпионам никаких не дают поблажек? Никаких. Потому что ребята должны как хорошо учиться, так и хорошо тренироваться. Это первое условие. А девушки? Девушки? Ну, в смысле учиться? Нет, ну так. Первым делом бокс. И учиться. Это как песня. Первым делом самолеты. А девушки, девушки потом. Ну, здесь, как говорится, всему должна быть своя мера. То есть, ребята могут общаться с девушками. И при этом хорошо тренироваться. Главное, чтобы одно другому не мешало. Ну, вот вы поняли уже, дорогие радиослушатели, что у нас будет очень бодрое утро. Такое спортивное, заряженное оптимизмом, хорошим настроением и победами. И мы напоминаем, что телефоны прямого эфира. Вы можете нам звонить и задавать вопросы и Тимуру Галееву, и Арсению, и Райвесу. Телефоны прямого эфира 672-12-939 и 672-13-939. И напоминаем, что чемпионат Европы 2019 проходил в Минске. Вот только что закончился, да? Только что. Перед этим чемпионат мира проходил в Турции. И впервые за 10 лет 4 юных тай-боксера из Риги поехали туда и вернулись с медалями. Это была неожиданность для вас? Ну, то, что мы попали, стали призерами, ну, конечно же, нас это не то, что сильно удивило, но задача, конечно, была максимально хорошо выступить на этом чемпионате, потому что мы первый раз поехали. И мы готовились очень хорошо. То есть, мы посетили сборы, да, и до этого чемпионата очень много тренировались и планомерно готовились. То есть, для нас это была такая, ну, как сказать, поездка, в которую мы вложили все свои силы, да. А вот вопрос Арсению. Арсений Николаев, серебряный призер. Учишься ты в каком классе, Арсений? В 11-м. В 11-м. Когда стало известно, что ты получил, завоевал медаль? Скажи, как реагировали здесь в Риге, во-первых, мама, вот меня интересует, как мамина реакция, и плюс учителя и в классе? Ну, мама со мной ехала, и после боя она меня обняла, поцеловала и сказала, какой ты молодец. То есть, ей нравится, да? Она уже, да, ездит часто со мной, и это не впервые, я бы сказал. Но это медаль у тебя первая или уже были какие-то награды спортивные? Из чемпионата Европы по ВАКО, не тайскому боксу, а кикбоксингу 2017-го. Тогда я тоже обрадовался. А сейчас, да, так вот. А в школе встретили, сказали второе место, занял, и просто похлопали, все. Ага, то есть, ты сорвал аплодисменты в классе, да? Да, да. Равис, а ты как отнесся к своим? Мне тоже в школе, когда пришел, там учительница рассказала о классе, тоже там похлопали. И, ну, мама, как всегда, хорошо реагировала. А в каком ты классе, в какой школе учишься? Я в восьмом классе, учусь я в Сигуде. А скажи, пожалуйста, не мешают занятия, вот у вас же очень интенсивные тренировки, да, и со школой как это сочетается, не трудно? Ну, не трудно, у меня оценки хорошие, там не надо после уроков идти там учиться, так что у меня с тренировками школа нормальная была. То есть, если нужно, тебя отпускают на соревнования спокойно, да? А вот вопрос к тренеру. С точки зрения философии, как надо относиться к своим достижениям, завоеваниям, титулам, медалям? Надо гордиться или надо все-таки как-то скромно себя вести? Ну, здесь такая медаль с двумя сторонами. С одной стороны, конечно же, гордость за свой вложенный труд. И, конечно же, доля скромности. Доля скромности. Я считаю, что спортсмен, который добился таких хороших, серьезных результатов, он должен гордиться. То есть, он должен пропитываться этой гордостью, потому что это каждодневный труд в зале. Преодоление каких-то вот этих трудностей и препятствий. В итоге он пришел к этой цели, к этому результату и добился. То есть, этот результат как бы на всю жизнь. Задача другая, следующая, это чтобы не останавливаться на этом, чтобы идти дальше. То есть, формирование новой задачи, новой цели и, как сказать, не загордиться, не возвыситься. Да, да, да. То есть, не быть таким... Не задрать, у нас звоночек. Давайте звоночек примем. Возьмите наушники. Алло, здравствуйте. Алло. 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 Звоночек сорвался. Доброе утро. Доброе утро. Вы в эфире. Поздравляю ваших гостей, ребят, тренера. Не слышно. Молодцы. Особенно поздравляю радио. Спасибо большое. Да, я хочу сказать, пользуясь моментом, случаем, с помощью вашего радио, конечно же, на уровне государства даже можно и не мечтать, но вот на уровне самоуправлений или самих школ, конечно же, ребят, которые учатся, показывают хороший статк, я уверен, что у них с успеваемостью, с дисциплиной в школе все великолепно, и они при этом пропагандируют здоровый и правильный, заметьте, да, образ жизни, и этих ребят, ну, имеют и мальчиков, и девочек, школа каким-то образом должна поддерживать и показывать, делать на них ставку, что, ребят, смотрите, оказывается, можно успевать ходить на дни рождения, ходить и поиграть в PlayStation. Мало того, что вот ты успеваешь ездить по разным странам на соревнованиях, учиться, быть нормальным учеником, другом и сыном или дочкой. Вот это, конечно, у нас в стране просто вот оно отсутствует напрочь. Я считаю, что здесь должна инициатива исходить не только от родителей, но и от самой школы. Потому что если они хотят поднять и уровень школы, значимость школы, да и вообще, чтобы у нас общество стало наконец-то расти нормальным, здоровым и психологически, и физически, необходимо это делать. Спасибо. Как вас зовут? Очень хорошо сказал. Да. Как вас зовут? Алло. Спасибо за звонок. Вот, скажите, как вас поддерживают? Вот ответьте. Именно школа? И школа. В принципе, город, государство? Честно скажу, нас не поддерживают, да. То есть на государственном уровне, там, не знаю, на школьном. То есть, ну, ребят поздравили в классе, потом похлопали. Ну, на этом, наверное, все и заканчивается, да. То есть, вот наша такая, наша личная инициатива, да, вот мы нашли там людей, которые помогли нам, ну, сделать статью. То есть, вы энтузиасты, можно сказать. То есть, вы энтузиасты, можно сказать. Честно говоря, да. Мы энтузиасты, первопроходцы такие. Потому что, чтобы выехать на такой уровень соревнований, там, ну, нужны деньги, да. И, соответственно, родители, ну, сильно потратили, да. Никакой поддержки, там, вот, или, там, ну, даже тоже, ну, как бы, есть федерация. То есть, ну, такие деньги не выделяются, да. Конечно же, хотелось бы, чтобы в дальнейшем, в будущем, то есть, о нас узнавали, потому что мы реально показываем результат. И чтобы как-то на государственном уровне вас взяли под крыло, потому что, смотрите, вы на чемпионате мира и Европы, вот в этом виде спорта, да, прозвучало слово Латвия, да. То есть, ну, то есть, вы представляли Латвию. Это же, ну, в общем-то, суперздорово. Да, не только реально прозвучало, но там, знаете, вот, допустим, в Минске на церемонии открытия, там, ну, большой… Это чемпионат мира был. Нет, это сейчас Европа в Минске, да, проходил в Дворце спорта. И там, значит, большой зал, большущий, открытие было просто бомбическое, да. Это когда вот все вот выходили, представители стран, там, с флагом, и там звучала там музыка, там, или там на большом, при большом экране, там, знак, там, флаг Латвии, да. То есть, ну, у нас есть фотографии, это все выглядит очень просто круто, да. В принципе, ну, вот такой момент гордости был, Равис? Я на открытии не был. То есть, ты… Он тогда тренировался. Да, тренировался. И он потренировался, и потом уже, ну, пошел отдыхать, потому что… А Арсений, он был на открытии, он там нес флагу, может, несколько слов сказать об этом. Ну-ка расскажи, пожалуйста, как ты нес флагу. Флаг Латвии нес? Да, конечно. Как это было? Ну, выходил, там, с другими странами, там, по очереди в центр, и показывал себя, когда вызвали, и все, практически. Сколько стран было всего? 20 с чем-то. Да, если, допустим, на Мире было где-то около 80 стран, представляете? То есть, он считается, ну, они считают, что он в истории, как бы, самый такой масштабный был чемпионат мира, ну, как по 10, да. Это в Анталии? Да, в Анталии. Там считается, что он собрал очень большое количество участников, 1200 человек, еще много. Много. И если брать, опять же, чемпионат мира, то там в каждом весе по 10, по 13, вот у Арсения было 24 человека в весе. Представляете, 24 человека. То есть, это конкуренция. Да, да, 24 человека. То есть, ну, так получилось, что по сетке как-то он попал дальше. То есть, некоторым ребятам, некоторым спортсменам нужно было провести 5 поединков, чтобы, ну, до финала дойти. То есть, 4 до финала и 5 финальный. Ему надо было 4 пройти, 3 пройти и 4 финальный. То есть, ему по сетке пролетел. Но 24 человека, это просто, представляете, это ни один, ни два, там, ни три, ни четыре человека. Это 24. И вот там в каждом, даже у других ребят, там, 13, 12. А у Райвиса было сколько? У Райвиса было, у него было 4 человека. Это на чемпионате Европы. То есть, это другие соревнования уже? Да, это другие. Это сейчас в Минске, там было 4 человека. Один человек, один соперник из Франции, один из Белоруссии и России. И кто первым стал? Получается, первый стал россиянин, да. И вторым наш Райвис. Да, вторым Райвис. В полуфинале встретился Райвис с представителем из Франции. Очень... И победил француза. Да, победил, причем у нас всех так удивил, да. Своим боем такой, показал эмоциональный бой, такой вот именно такой, ну, бой, который хочется смотреть, да. И мы не ожидали этого, честно говоря, не ожидали. Но, зная Райвиса, зная его характер, зная, как он подходит к тренировкам, как он настраивается, то есть, ну, это неудивительно. Потому что он действительно горит, желает, ну, как бы, желание очень сильное. И при этом он, как бы, знаете, есть вот, которые горят, ребята, перед соревнованиями, а есть вот, которые, вот, все вы сделали для того, чтобы прийти к этим соревнованиям, выложились. То есть, и они уже спокойно, они такие, как бы, уверенные в себе. Вот в нем вот эта уверенность очень сильно чувствовалась, когда он вышел на бой. А соперник из Франции достаточно опытный спортсмен. У него там уже есть какие-то полупрофессиональные бои. То есть, ну, такое, мы смотрели его в бои, ну, понимали... То есть, он не ожидал на него, да. Он не ожидал, да, его напором. Думал, он вышел такой самоуверенный француз. Вот сейчас я тут его, ты, пожалуйста, сделаю разду. А Раиса, ты сам как выходил на этот бой? Ты был уверен в себе? Я видел его бои, я подготовился, делал все возможное, чтобы подготовиться. Изучил противника? Да. То есть, стратег. Да, мы просматривали, мы нашли, не много боев нашли, но нашли его бои. Видели, что он очень быстрый, очень хорошо работает руками, ногами, комбинации делает. И мы понимали, если мы будем с ним работать на дистанции, у нас мало шансов. Потому что он опередит Раиса, да. Он более техничный такой вот. То есть, вы продумали рисунок заранее? Да, мы продумали тактические ходы, что нам нужно с ним делать. То есть, в принципе, мы все делали, как вот и планировали, и все у нас получилось. Раис, а ты вот был уверен в победе, когда выходил? Или боялся немножко все-таки? Не, ну, стресс есть всегда, это, ну, на каждый бой. Но уверен я всегда тоже. Потому что я, ну, готовлюсь так, чтобы больше ничего не смог делать. Сколько ты дней в неделю готовишь? Часов? Четыре часа в день, ну, два часа утром, и два часа тренировка, вечером, и это шесть дней в неделю. Шесть дней в неделю, да. И при этом еще имеет оценки в школе так, что его не оставляют после урока, не заставляют дополнительно заниматься. Ну, здесь вопрос дисциплины, понимаете, дисциплины. Если он хочет, у него все будет. Вот это его желание и его уверенность, она складывает вот эти обстоятельства так, что он там и в школе, у него все окей, и на тренировках. А как вас приняли, вот расскажите про этого вашего чудо маленького богатыря 12-летнего, как он там выступал, как его восприняли? Да, латвийские богатыри. Как его восприняли на соревнованиях? Да. Ну, наверное, от него тоже не ожидали. Потому что соперник был... И тоже второе место. Да, видите, в чем дело. Спортсмены из Белоруссии, России, допустим, тоже Украины, они все проходят отбор. У них есть определенные соревнования, да, там, первенства республики, где они проходят отбор, и самые лучшие, и самые сильные, они там представляют потом на чемпионатах мира, и тоже Европы, и других странах. То есть им идет какая-то, ну, или финансирование, не знаю, как именно, как у них все это проходит. Ну, какая-то система работает. Да, да, у них есть система. И, получается, нам приходится встречаться, ну, с самыми, так сказать, сильными. И, учитывая наше положение здесь, учитывая то, что, как бы, тайский бокс у нас здесь недостаточно сильно развит, нам, ну, мы и тренируемся много, чтобы именно как-то противостоять им, да, и не только противостоять, но еще и победить. И вот этот маленький богатыр, Эдвард Берзенш, то есть заслуживает очень большого и сильного уважения, потому что он трудолюбивый парень, да, который отдается полностью, и он воспитанный, очень хорошо учится. То есть он, у него, притом, да, 12 лет, по размерам он, конечно, своих сверстников там вообще перегнал, перегнал, да. Если вот, ну, Арсений у нас 17 лет и выступал в категории 54, то Эдвард, он выступал в 12 лет 52, да. Ну, то есть поэтому и называется «Латвийский богатыр». Должны сейчас прерваться на небольшую паузу и на рекламу. И оставайтесь с нами, скоро продолжим, будем говорить о том, что такое тайский бокс вообще. Мы продолжаем программу «Личное утро». В гостях у нас сегодня тренер по тайскому боксу, руководитель команды «Галеев Тим» Тимур Галеев. И два его воспитанника, два чемпиона, только что вернувшиеся с чемпионатов мира и Европы с медалями, это Арсений Николаев и Райвис Наглес. Вот еще раз напоминаем вам. И мы в первой части программы говорили об их достижениях и начали говорить об еще одном участнике команды, самом младшем, да, расскажите. Который называют «Латвийский богатырь». Ну, его можно по-разному называть, потому что он сильный и целеустремленный, вот это факт. И хочется сказать о нем так, что вот сейчас на чемпионате Европы в Минске он встретился с белорусом в финале. Так получилось, что их было три человека, и по электронной жеребевке он попал в финал. Да, немного человек, но как бы так получилось, как говорится. И получилось так, что в финале первый раунд, он просто 3-0 выигрывает его, 3-0 выигрывает. Там в углу видно, что тренер кричит на своего спортсмена, что ты, мол, делаешь, так вот тебе тут совсем уже побили, можно сказать. И во втором раунде Беларусь начинает как-то забирать очки, пару раз Эдвард упал, и выигрывает раунд. То есть Эдвард проигрывает раунд. Третий раунд он такой ровный, да, то есть вроде и нам можно дать, можно дать и туда. В итоге все-таки отдали Беларусу, да. Ну, для нас это очень хороший опыт. Эдвард не расстроился, наоборот, сказал, в следующий раз я его обязательно побью. Мок и золотой выдали, в принципе. Да, да, мог. Там буквально капелюшечка, да, вот чуть-чуть не хватило, чтобы, вот, например, со мной вот Райве секундировал, он 100% был уверен, что Эдвард выиграл. Другие ребята тоже, или тренера со стороны тоже говорили, что, ну, надо было отдать нашему победу. Ну, это, как говорится, судейство, оно решает, кому отдать, кому не отдать, то есть оно лучше понимает в этих каких-то таких маленьких нюансах. Ну, второе место заслуженное. Ну, это отличные результаты. Мы напоминаем телефоны прямого эфира. 672-12-939, 672-13-939. И вопрос такой к Тимуру. Это тайский бокс. Достаточно жестокий, наверное, вид спорта, ну, в смысле такой серьезный, да, то есть там, как переводится, муай-тай, с санскритом прочитали, это свободная схватка, то есть там и руки, ноги, колени. Да, ну, я бы сказал немножко иначе, это не жестокий вид спорта, но жесткий, жесткий. Жесткий, жесткий, да, потому что как-то он ближе, более ближе приближен к реальным каким-то таким вот уличным. Народный такой, да? Ну, не то, что народный, как бы более для самозащиты, он именно хорошо подходит, потому что там есть и захваты, да, то есть захваты, как бы борьба, но борьба не на земле, да, борьба в стойке, клинч называется. Также там есть удары локтями, то есть очень опасное, опасное оружие локтя, да, то есть одно четкое попадание, и все, человек там, все. Ну, вот эти травмы бывают же, да? Травмы на соревнованиях бывают, бывают, как и в любом виде спорта травмы бывают. Ну, тут и тьфу, пока, вот говорю, ребят, сколько они тренируются, все в порядке, там, ну, какие-то небольшие ссадины, там, все некие, да. Вот, кстати, Равис попал… Равис показывает синяк. Да, в финале вот это локоть, это локоть, прилетел локоть от русского. Россиянин, да. Да, в финале, кстати, вот этот русский, он оказался таким очень… Нет, вот Равис Дрочун, любит подраться, да, а тот оказался просто умнее и хитрее. Стратег, да? Тренер так его и сказал, ребята, то есть он, тот соперник, он занимается, можно сказать, всю жизнь, там, да, 7 лет занимается, потом мы интересовались, узнавали, как и что там. И они просмотрели его бой, изучили его, понятно, с ним лучше не драться, его нужно, как-то там, избегать на встречных, да, то есть встречать, и они правильно все сделали, да, в плане тактики. Все еще впереди. В плане тактики сделали, но бой такой, знаете, вот, как бы не дал боя ему, и, ну, не очень интересный, да, потому что он все построил на хитрости, раз-два встретил, да, победил, но бой так такового… И еще и синяк, напоминаю. Да, а это локоточек, это локоть, это локоть прилетел. Равис, а ты когда готовишься к соревнованиям, ты смотришь видео, да, бои противников? Да, конечно, если я знаю, какой противник будет. Это помогает? Это, ну, узнать, к чему готовиться. Скажи, пожалуйста, почему ты выбрал именно этот вид спорта? Шесткий, как мы сказали, да? Ну да, мне нравится то, что это… Можно все использовать, и локти, и руки, и ноги, и колени, это как бы все тело используется как оружие. А с какого времени, с какого возраста ты тренируешься? А я тренируюсь вот именно в тайском боксе только один год. Один год, а до этого? До этого? Просто дрался? Нет, я когда маленький был совсем, там, пошел в бокс, э, мама где-то, ну, два года. И сразу такие результаты. Потому что, интересно, год тренировок и такие результаты. Ну, да, ему просто так повезло, что он влился в хорошую команду. Была команда? Была, почему говорю, была, потому что ребята растут, кто-то выходит, кто-то там идет дальше, и, в принципе, все равно какой-то костячок он остается, да? Потому что на нашем, вот в латвийском уровне трудно удержать команду, как бы можно сказать, сборников, да? Потому что в России, опять же, в Белоруссии, там есть команды сборных, где ребята определенного уровня тренируются и выходят на высокие показатели. У нас же, допустим, если в одной тренировке, там, делать и сборников, и других начинающих спортсменов, трудно это создать. Потому что каждому спортсмену нужно свое внимание и свое какое-то упражнение, свой уровень, да? То есть, одного уровня ребята должны тренироваться вместе, тогда вот у них будет по одному очень сильный подъем. И за счет того, что мы много тренировались, там, шесть раз в неделю, а до чемпионата того же мира мы тренировались и по две тренировки в день. Когда, то есть, мы, вообще, как все происходило, летом Арсений улетел в Тайланд на месяц, где он тренировался в одном... Да, в лагере Симби. Специально тренировочный какой-то, да? Да, специально тренировочный тайский лагерь, да, где он тренировался целый месяц. В это время я здесь проводил лагерь для маленьких детей и проводил мини-такие сборы для ребят, которые остались здесь. То есть, мы уже готовились к другим сборам, которые должны были быть в Беларуси. То есть, мы собирались... То есть, у вас жизнь кипит. То есть, да, у нас такая жизнь в движении. И мы собирались на сборы в Беларуси, вообще-то, в какие-то... Городок речится, там, ребята организуют посреди леса, да, в палатках, то есть, палаточный лагерь, куда съезжаются спортсмены со всей Беларуси. В этом году туда приехало еще 15 хороших спортсменов с тренером из Молдови. И... То есть, все делают сами. То есть, еду готовят сами. Баню сделали самодельную сами возле Днепра, там, поставили там... То есть, все самостоятельно. Дрова добывают. То есть, там, ребята помогают готовить еду и так далее. Ну, все, конечно же, там, дежурные, правила, там, дисциплина, все это там расписано. Кто когда все делает. А на каком языке общаются между собой? На русском. На русском, да? Да. Те же молдаване, они отлично говорят по-русски. Вот. Все ребята коммуницируют. Очень. Вот. И вот Арсений может немножко сейчас рассказать про Таиланд, да, вот, кто поехал тренироваться. Все это было сделано для того, чтобы лучше подготовиться к этому чемпионату мира. Да. Что тебе больше всего понравилось там в Таиланде? Ну, конечно же, сам тренировочный процесс. Ни слоны, ни пальмы, да, тренировочный процесс. Не, я ехал туда именно тренироваться. Поехал на месяц, 4 недели и тренировался, 2 тренировки в день. 6 дней в неделю. Ну, конечно, помимо тренировок, там, тоже отдыхал, там, куда-то ехал, там, на Будду съездил. Что такое на Будду? Будда, это их комплекс. Да, да, да. То есть, Большая Будда, да. Большая статуя, да? Да. Подружился там с какими-то... Конечно, с тренерами там, новые знакомства были, общался на английском языке, развивался. Ну, то есть, остались какие-то контакты друзья теперь в социальных сетях? Да, конечно. Там больше лайков будет из разных стран мира. Скажи, а вот ты сказал, что мама ездит с тобой на соревнованиях, на соревнования. Как она психологически это выдерживает? Мы видим перед нами разбитый подбородок у Райвиса, да? Да, то есть, вот мама смотрит, как все это происходит. Как она вообще? Мама не смотрит. Не смотрит. Мама уходит. Ну, когда происходит сам бой, я прошу маму, чтобы она помолилась и просто ушла. Просто ушла. И ей будет так легче, я считаю. Ну, конечно же, после боя там радуется. Ну, понятно, если там синяк или что-то, это нормально. У нас такой вид спорта. И да. Вот так вот. А почему ты выбрал тайский бокс? И когда? Ну, мужчина должен постоять за себя. Выбрал я его в начале 13 лет пришел. Уже 4 года занимаюсь. И хотел стать лучше просто. Отличное желание, кстати. Ну, с вами вообще по улице идти в любое время суток, наверное, безопасно, да? То есть, никто… Вот какая-то уверенность внутренняя есть, да, Райвис? Ну, есть, да. Что знаю, что если человек другой, ну, на улице… Агрессивен вдруг, да? Да, тогда он, ну, не умеет таки, не тренируется там. Ну, он, наверное, к тебе и не подойдет. Ну… Потому что видно, да, энергия такая. А вот у нас программа называется «Личное утро». И вот, скажем, личные такие вопросы. Арсений, у тебя есть какая-то, ну, нелюбимая, но вот важная для тебя книжка, которая, может, каким-то образом повлияла на тебя? Да, есть. Называется «Законы победителей» от Бодда Шеффера. Мне… Законы победителя? Нет, «Законы победителей». «Законы победителей», да? Это психологическая какая-то? Да, психологическая, очень развивает мышление и психологию. Она мне очень нравится, и там записаны законы, которые, если жить по ним, можно по-любому дойти до успеха. В любом виде и спорта, и… Да, да, и просто в обычной жизни. Ну, вот, например, что там тебе показалось полезно или близко? Принимать решения. Учит, как быстро все осваивать, как во время боя. То есть ты дерешься, допустим, прошел первый раунд, и ты уже должен принять решение, как действовать во втором, а потом и в третьем, чтобы победить соперника. Равис, скажи, пожалуйста, философия какая-то есть вот в тайском боксе, которая тебе близка? Вот каким должен быть боксер? Ну, нужно устойчивость, дисциплина, и, ну, нельзя сдаваться, надо характером быть. Не сдаваться. Тимур, а вот к тренеру вопрос. Тимур, что главное, какое качество главное вы воспитываете? Какое качество? Думаю, здесь не одно, но здесь качеств много. Ну, умение сдаваться, это, конечно, как Рави сказал, это основа везде должна быть, да, не только в спорте, но и в жизни. Никогда не сдавайся, да. Не падай духом, да. Какие качества? Я думаю, что не останавливаться ни перед чем, да, вот ни перед какими трудностями, там, знаете, как бывает, увидел соперника, он там больше там или какой-то страшный. То есть, это вообще не должно волновать. То есть, если спортсмен хорошо готовился… Только испугался, уже проиграл. Да, здесь не сомневаться в себе, да, вот чтобы спортсмен, он не сомневался в себе, потому что сомнения, они вот эту веру, они изжирают. То есть, верить в себя, основная задача, я считаю, чтобы вот это качество веры в себя. То есть, если… Вижу цель, не вижу препятствия. Вижу цель, хочу этой цели, но иду к ней, ну, с таким желанием, вот, ну, с хорошим, позитивным желанием, то есть, именно позитивным, вот таким, а там будь что будет. То есть, есть, я могу и победить, и могу и проиграть, но я готовлюсь только к победе, и иду только к победе. И вот это ощущение уверенности, да, то есть, оно не кичится, оно не кричит о себе, оно просто или есть, или его нету. И вот формирование вот этой веры в себя, это, я считаю, наисложнейшая задача. То есть, именно психологические уверенности. Вот в мальчишках. Скажите, а девчонки есть у вас? Могут заниматься? Или это слишком жесткий вид спорта для девочек? Девчонки, конечно же, могут. Могут. Да. Но не хотят. Ну, почему? Просто я говорю, о нашем виде спорта, да, даже, даже вот о нас, они так много знают. У нас хороший результат. Мы очень много ездим. Прошлых где-то вот за два или три года мы настолько накатались. И вот Россия, Белоруссия, там, то есть, Эстония, Литва, то есть, международных соревнований очень много. Каждый месяц мы куда-то выезжали. Так давайте скажем, как вас найти. Потому что люди тебя слушают, и у них хотелось найти. Найти на нас достаточно просто. Тренируемся, а мы впурцимся на Буртнику 37. Это школа? Нет, это не школа, а полицейский участок. А, где-то там рядом еще школа же, да? Напротив школа. Да, да. И в этом же здании полицейский, то есть, участок, и налево наш зал, то есть, посередине библиотеки. То есть, очень замечательно устроено. Да, да. Там Арсений и читает книгу. Книгу свою над особыми, как победителем в этой библиотеке. Знаете что, или наберите просто в интернете команду. Или на фейсбуке есть страничка. Да, можно меня просто найти. Татайский букс, Тимур Галеев. Вопрос к юным чемпионам. Арсений, как бы ты характеризовал своего тренера? Какое он личное, личное качество? Сейчас Тимур не слушает. Мудрый. Ну да. В чем это? Спокойный. И поддерживает очень сильно. Без тренера мы бы никогда не добились того, что сейчас имеем. Так как все это его заслуги. Все тренировки. Равис, ты что скажешь? Он выкладывается. Ну, он в нас, типа, верит. И тренирует даже бесплатно, там, три дня в неделю. И, ну, он делает все, чтобы нам лучше было, чтобы мы победили. Для результата. Да. Тимур, а почему вы пришли в тайский бокс-то? Давайте вас спросим. Я вообще-то не в тайский бокс пришел. Дело в том, что меня привел друг заниматься. И достаточно давно уже, в то время, тайского бокса не было. Я хочу сказать, что многие пишут про тайский бокс. Но тайского бокса здесь, у нас в Латвии… Ну, смотри, у нас нет. Да, у нас… Тысячелица существует. Да, в том плане, что есть название, поймите, есть название. А если реальный тайский бокс – это стиль какой-то, образ мышления, умение как-то последовательно, методично объяснить спортсмену, как научить его, то есть базу какую-то поставить. То есть, только за счет наших поездок на сборы в Белоруссию мы как-то собрали в себя какие-то знания, которые мы сейчас развиваем. И здесь, на месте, просто смотря какие-то видео… Невозможно научиться. Ну, может быть, и можно чему-то научиться, но это трудно. Это нужно впитать себя. Когда это есть тебе, ты это можешь дать другим. То есть, опять же, возвращаясь к той же уверенности, ты можешь насмотреться каких-то там уроков, иметь представление об этом, но в тебе не будет в этой жизни. То есть, когда ты будешь механически какие-то там показывать упражнения, ты должен понимать и чувствовать, что ты даешь это. Ну, вот смотрите, у нас программа «Наше личное утро» очень быстро подошла к концу, к окончанию. Мы еще не все, конечно, спросили. Еще личные вопросы. Приглашайте все. Да, Тимур и его команда. Да, Тимур и его команда. Быстренький такой экспресс-опрос. Наш следующий час будет посвящен интерактиву с радиослушателями. Мы будем обсуждать исследование социологическое об индексе счастья в Евросоюзе. Что такое счастье, какие страны считают себя счастливыми, как люди там это оценивают. Что такое счастье. Давайте с вас начнем. Тимур, вы несколько раз сказали, что очень нужно вот вкладываться, отдавать. И у вас вот такие глаза счастливые в этот момент. Вот для вас счастье что такое? Что такое счастье? Ну, такой, конечно, образ счастья – это когда ты доволен тем, что ты делаешь. Ты наполнен. Ты живешь здесь и сейчас, ощущаешь свою жизнь, уважаешь себя, уважаешь других людей, и при этом как бы не пытаешься там быть лучше кого-то. Становишься лучше самого себя. Чугаруния такая. Да, ты наполнен, ты понимаешь, что ты ощущаешь жизнь, но при этом ты стремишься, у тебя есть цели, ты к ним идешь, и рядом, например, с тобой есть люди, которые поддерживают тебя, которых поддерживаешь ты. То есть это именно те люди, которые, ну, не с тобой не ради того, не ради какой-то выгоды, а ради того, что, ну, как бы разделяют твой путь. И вам хорошо? Да, мне хорошо. Я готов делиться тогда, да, я готов вкладывать и жертвовать каким-то своим. А вы, дорогие радиослушатели, тоже думаете, потому что в следующий час мы будем просить вас звонить и тоже делиться своими соображениями. Вопросы еще, аналогичный вопрос, очень быстро, мы Райвису и Арсению, для вас счастье, что это? Подтверждаю слова тренера, ну, для меня счастье – это радость, это когда все хорошо. У каждого, я считаю, счастье свое, ну, для меня счастье – это когда вот все прямо сейчас и все хорошо, все. А вот ты рассказал, рассказал такой момент, и ты рассказывал, и мне прям даже вот я почувствовала вот такое, что как-то очень тепло, что когда ты выиграла эту медаль, мама тебя обняла и сказала, что какой-то молодец, я тебя горжусь. Это момент счастья был? Конечно, момент счастья. А Райвис, а ты? Для меня это, ну, свобода идти к цели, ну, семья, друзья. Вот ты выбрал свою цель, идешь, и тебя все поддерживают, да? Да. Идеально, по-моему, да? Хорошо. Спасибо вам за то, что вы вот личным своим утром поделились большим количеством людей. Мы желаем вам побед, только побед и счастья. И напоминаем, что в эфире гостем программы «Личное утро» был тренер по тайскому боксу Тимур Галеев и его команда, два чемпиона Арсений Николаев, Райвис Наглис. Всего доброго, успехов вам. Спасибо. Будем ждать ваших новых достижений спортивных. Утро на Болткоме Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова